Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В одной из наших передач мы с вами говорили о таком удивительном понятии, как христианская любовь. Если мы с вами обратимся к творениям святых отцов, к их житиям, жизнеописаниям этих удивительных людей, то мы увидим, что в этих замечательных источниках литературных мы видим, как эта христианская любовь на протяжении всей истории православной церкви находила свое выражение в жизни и деятельности этих удивительных людей, которых мы называем с вами святыми. Это, наверное, очень важное качество этих удивительных людей. Святые люди были пронизаны любовью к Богу, и, конечно, выражая эту заповедь, в любви к своим ближним, они всю свою жизнь шествовали к Царству Божию. Мы много можем говорить об этой удивительной теме. Я бы хотел привести небольшой пример из жизни одного древнего подвижника. Этого подвижника звали преподобный Макарий Александрийский. Он родился в конце третьего столетия и прожил почти сто лет. Окончил свою жизнь в конце четвертого столетия. Подвязался он в одном монастыре. Были братья, их келья находились по раздельности. И вот преподобный Макарий был игуменом этого монастыря. Он совершил много подвигов. Он был великим постником. В своей жизни он сподобился дару чудотворений, исцелял больных, изгонял бесов из людей. И вообще этот святой, как замечают его жизнеописатели, когда видел человека, который несет определенный подвиг, то он этот подвиг брал на себя. Видел постника, начинал очень строго поститься. Видел человека, который мало спит, проводя время в молитве к Богу. Он начинал подражать этому человеку. И даже порой превосходил этих подвижников своими делами, своими подвигами. И вот однажды, когда он очень сильно постился, к нему один из посетителей его монастыря принес угощение, виноградную гроздь. Преподобный Макарий, понимая, конечно, желая вкусить этого сладкого плода, но понимая, что тем самым, возможно, он нарушит свой подвиг, который он нес, ну, конечно, греха в этом бы не было, ну и, конечно, имея великую любовь к своим братьям, а в монастыре в то время находился больной монах, который был фактически прикован к подстеле, преподобный Макарий отослал эту виноградную гроздь к этому больному монаху. Когда эта виноградная гроздь попала к больному монаху, то этот монах, опять же, имея великую любовь к братьям, подумал, ну, кто я такой, чтобы вкушать это вкусное ястие, поэтому давай-ка я передам его другому брату. Он эту гроздь подарил другому брату, подумал, ну, зачем мне эта радость, вот давайте, пускай, лучше другой порадуется человек, передал этому монаху. Тот, в свою очередь, передал еще одному монаху, опять же, считая себя недостойным съесть вот эту виноградную гроздь, ожелая добра и любви своему собрату. И таким образом практически весь монастырь получил однажды эту самую виноградную гроздь. А в конце она вернулась снова преподобному Макарию. Когда он начал разбираться, в чем дело, почему виноградная гроздь снова вернулась ему, потому что один из братьев принес угостить снова, опять же, этой же гроздью, угостить своего настоятеля. Когда Макарий разобрался, оказалось, что братья, которые передавали эту гроздь, отдавали ее, имея великую любовь друг к другу. И Макарий, конечно, удивился, что в его обители царит вот такой дух братской любви и взаимопомощи. И, наверное, эта история из его жизни является во многом поучением и для нас. Потому что, согласно многих духовных законов, самый главный закон духовной жизни, закон любви, говорит о том, что если мы хотим, чтобы люди нам делали что-то доброе и хорошее, то, конечно, мы должны это добро творить самим людям, должны им помогать. То есть, если мы хотим, чтобы к нам хорошо относились, тогда и мы должны хорошо относиться. И этот дух любви должен всецело пронизывать всю нашу жизнь. Видим человека, который в чем-то нуждается, давайте ему поможем. И однажды Господь сделает так, что и нам кто-то однажды поможет. И вот в этой взаимной любви мы таким образом будем с вами реализовать замысел Божий об этом мире и о человеке. Мы, согласно заповедям Господних, должны друг о друга заботиться. Поэтому можно посмотреть вокруг себя. Если есть какой-то наш ближний, который нуждается в помощи, может быть, это наш родственник, может быть, это наш сосед, то давайте постараемся ему помочь. А Господь не оставит нас и вознаградит нас взаимной любовью других людей. Храни всех вас Господь. Бог помощь вам, здравия духовного вам и телесного. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова